Детские забавы с риском для жизни. В Астане подростки превратили недостроенную многоэтажку в игровую площадку. Здание находится на левобережье, в жилых кварталах. Строительство остановилось несколько лет назад. За детей беспокоятся жители близлежащих домов. Они опасаются несчастного случая. Школьники по неосторожности могут сорваться с высоты. Иван Тулинов выяснял, как долго будут продолжаться опасные игры. Бегать и прыгать на такой высоте занятие не для слабонервных. Но, судя по всему, у этих детей нервы железные. Высота стройки не меньше 30 метров и ни одного ограждения. Доиграться можно до смерти. Всегда почему-то, пока до несчастного случая не дойдет, не принимают никаких мер. Как будто не знают, что и где. Ужас! Это же родителям какое горе, если они сорвутся с крыши. Одно дело прыгать по гражам, играть в войнушки, а тут высотный дом, да еще и 12 этаж. Ветер подует и все. Стройка проблемного жилого комплекса «Территория комфорта-1» находится во дворе жилых домов. Она заброшена уже несколько лет. Те, чьи окна выходят на эти здания, часто становятся свидетелями экстремальных забав. Стройка заморожена. Выходит так, что дети бегают там по крышам, потому что это очень опасно. Конечно, страшно, потому что дети там маленькие, подростки. Опасность всего этого не понимают они. В этом дворе есть горки, качели, недалеко игровое поле, но у подростков популярностью пользуется именно эта игровая площадка. Объект обнесен забором, но в некоторых местах ограждение едва достигает полутора метров, поэтому попасть на заброшенную стройку для подростков не составляет никакого труда. Жилой комплекс начала возводить компания «Тамыс Инвестстрой» в 2007 году. Ее руководители осудили за хищение денег дольщиков. Сейчас недостроенный объект делит между собой два жилищно-строительных кооператива. Суды длятся до сих пор, поэтому в Акимате не могут сказать, в какие сроки продолжится стройка. На вопрос, когда недостроенный объект возьмут под охрану, в городской администрации отвечают, ведутся переговоры. Ну здесь, видите, мы сроки не можем поставить, ЖСК дочки, они сами должны решить. Если был бы застройщик, мы ему предъявили сроки, но он осужден. Выходит, за заброшенную стройку долгое время никто не в ответе. Увеличить ограждение и выставить охрану тоже некому. И пока взрослые спорят и решают, на высотке будут продолжаться детские игры с риском для жизни. Иван Тулинов, Ермек Кеншимбек, Асхат Каракойшеев, Хабар-24, Астана.